добрый день коллеги сегодня у нас будет семинар по гид такая система контроля версий ждем пока все соберутся и начинаем пока проверяем звук видео рекурсия сейчас и должна быть этого не бойтесь главное чтобы было видно изображение и был бы звук нормальный по громкости чтобы эхо не было подписывайтесь чат если какие то проблемы спасибо кто-нибудь будет делать параллельно со мной или будете потом окончательно разбираться по записи если будете делать параллельно то ну нужна машинка с циндосом виртуалка или какая-то там оперативной памяти жесткий диск все это по минимуму ну спасибо ну да хорошо видео будет выложено оно будет доступно здесь доступно на канале у меня и на канале и папа они принципиально гиды туда и туда ставится одинаково да можно седьмой можно восьмой я работаю на седьмой хотя разницы на восьмой никакой бы не было в нашем семинаре точно хорошо так плюсики вижу хорошо 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 вот все что я буду делать очень рекомендую вам еще раз потом просмотреть и проделать на машинке да ну просто когда увидите не запомните я давно преподаю давно я знаю имею право так говорить лучше все это выполнить руками так ну что начинаем итак сегодня мы будем говорить про систему контроля версии гид что вообще такое система контроля версии и для чего она нужна значит представьте себе что вы разрабатываете какой-то скрипт ну например ну или даже не скрипт какой-то проект на например на питоне и вот вы дописываете что-то в этот файлик проверяете функционал ну даете условно там пользователям поработать с этим вашим с вашим софтом и проверить как она работает ну пользователям там тестировальщиком или еще кому-то или сами проверяете и вот у вас есть первая версия файла вторая версия файла 10 версия файла причем а у вас же не один файл скорее всего в проекте а вы там еще библиотеки какие-то дописали там разные конфигурационные файлы и так далее и вы постоянно часть файлов в вашем проекте меняете какой какой может быть подход не знаю не работая системой контроля версии что-то дописали решили отдать пользователю значит сделали но перед дописыванием сделали копию рабочего уже проекта копию полной папки вот сказали это был проект версии 1.0 вот скопировали в папку проект версии 1 там 1.1 предположим вот там что-то дописали дали проверить она оказалась рабочим значит хотели хотите еще что-то записать скопировали всю папку проекта в там сделали новую копию с названием проект версия 1.2 и так далее то есть если вам придется ну бывают такие ситуации что спустя несколько дней вы поняли что где-то вот версии 1.1 допущена какая-то ошибка и каком-то файле вам придется есть версию 1.1 восстанавливать этот файл переписывать и так далее то есть вот во первых у вас будут будет много копий файлов то есть вы каждый раз копируете полную папку проекта второе второе это ну вы просто запутаетесь своих версиях вот этих вот проектов и откатиться на предыдущую вам будет достаточно сложно вот гид эту призван эту проблему решать не только гид а любая система контроля версии ну вот такие из известных это гид свн и меркуриал вот сейчас ну тенденция что большинство пользуются гитом вот и ну мы тоже будем сегодня смотреть как это работает вот это первый аспект то есть контроль версий непосредственно и чтобы можно было откатиться чтобы можно было восстановить файлы из прошлой версии вот так же мы будем говорить что будет такая у нас мастер версия и версия допустим для исправления ошибок параллельные ветви у нас будут разработки в нашем таком игрушечном проекте вот контроль версии и совместная работа про совместную работу мы говорить не будем ну в данном семинаре но гид подразумевает что над одним проектом будут работать несколько разработчиков и каждый разработчик будет вносить свои изменения проект делать так называемые комиты с комментарием и информации о том кто это эти изменения внес то есть если какой-то файл будет испорчен то всегда можно понять кем он был испорчен либо кем он был поправлен до кого либо хвалить либо наказывать понятно значит совместная разработка контроль версий но и экономия дискового пространства так как в отличие от того что вы будете копировать каждый день там папку вот это вот с версии 1.1.1.2.1.3.1.4 у вас гид будет хранить только разницу то есть разность в своей базе данных он будет хранить разность между текущей версией и предыдущей пред предыдущей и так далее то есть у вас несколько раз копироваться данные не будут будут храниться только изменения которые произошли вот этого достаточно чтобы откатиться на предыдущей версии вот значит сейчас попробую запустить чтобы у меня был виден чат на втором компьютере подключиться так я зашел я зашел вот он я да морозов кирилл михаус все отлично вот теперь я вижу чат и вот это окошко сворачиваю буду смотреть туда изображение пропадом пропадала сейчас или в или выложенное на канале мы делаем работаем над этим там ситуация в том что вот это вот площадка какие-то свои хитрые кодеки используют вот я не очень понимаю видео честно говоря вот но будет будет перезаливка будет перезаливка вот там почему-то вырываются какие-то то ли ключевые кадры то ли что-то много там много пропало хорошо ну будем что-то другим кодеком кодировать не знаю в общем будем пробовать все сворачиваю и пошли работать докер ой не только в этот гид и так значит что будем делать установим сначала гид устанавливается достаточно просто на официальном сайте гита есть инструкции по установке на windows на линукс разный вот и так далее ну в данном случае это centos zoom install git все гид у нас поставился минус минус вершин ну вот такая вот версия гид можете на википедии посмотреть какая сейчас актуальная когда он нам последняя версия вышла и так далее на официальном сайте тоже вот на в нашем в нашем сейчас семинаре мы будем проходить базовые вещи которые ну в общем есть во всех практически версиях гид и которые вы можете поставить ну там не заморачиваясь но установку более старый версия версия так значит илья фэрфоксе не было проблем посмотрите пожалуйста имеется ввиду выложенное видео на канал на мой канал ссылку потом дам и на канал и папку там действительно нет проблем фэрфоксе или вы сейчас про сейчас говорите сейчас проблем нет сейчас ну работает ну может быть а не про сейчас все нормально да это просто мы говорим про выложенное видео окей ладно продолжаем спасибо у нас непосредственно непосредственно у нас есть то есть установленный гид и нам нужно его чуть-чуть абсолютно чуть-чуть поднастроить что это значит смотрите так как я говорил мы будем работать ну условно совместно да вот когда когда вы где-то в компании будете использовать кит скорее всего вы будете работать в каком-то большом проекте ну в большом или в маленьком ну с несколькими людьми и в проект будут заливаться так называемые ну вами данные и ну в общем будут заливаться коммиты то есть такие снимки мгновенные вот этого проекта с вашими данными уже и нужно понимать кто этот снимок сделал да кто испортил либо кто там сделал что-то классное вот и как с ним связаться поэтому очень важно настроить гид таким образом чтобы каждый коммит был сделан от имени кого-то давайте это сделаем значит гид гид глобальный конфиг глобал это все на официальном сайте есть вот инструкция по первоначальной настройке гид user точка name и в кавычках пишем ну в данном случае Кирилл Морозов вот так да Кирилл Морозов для того чтобы так конфиг извините пропустил слово конфиг то есть мы мы конфигурируем наш гид для того чтобы мои коммиты были моими что там Кирилл молодец либо Кирилл злодей дальше гид конфиг опять же глобально для всех моих проектов то есть я могу с этой машины с которой я работаю вести несколько проектов и могу данные задавать для каждого из проектов могу сделать глобальную установку моих учетных данных чтобы все проекты с которыми я работаю ну подписывали что вот моя почта и как меня зовут то есть это вот в общей репозитории так называемой будет сливаться информация о коммитах от кого они сделаны юзер имейл и двойные кмморозов собака gmail.com то есть то что я сделаю будет подписано вот так где посмотреть git config минус 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 лист вот юзер кирилл морозов юзер email кмморозов gmail.com где это хранится это хранится в моей домашней папке я сейчас на этой виртуалке от рута сижу так что можем посмотреть в рутовой домашней папке vim root ну можно было кивду написать домашняя папка . git config и вот они вот это вот пользовательские настройки git config у него ну определенный свой синтаксис у него большое количество параметров которые вы можете создавать опять же все можно посмотреть на официальном сайте вот я это сделал вот так мог просто отредактировать файл git config либо у меня уже есть настроенный гид конфиг я вот просто мог с какой-то там одной машины скопировать его на вот эту виртуалку и все бы мои настройки сюда прилетели вот вот ну давайте вот ну 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 и ну 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 Для работы в моей папке. То есть создается такая специальная база данных гид, где будут храниться все наши изменения и так далее. Гид и нет. И указываем точку текущая директория. То есть создалась скрытая папка гид. Лл или так, лс минус а. Вот, есть скрытая папка гид. И вот тут все волшебство это будет храниться. Руками туда лучше не лезть. Заходить можно, но редактировать ничего руками не надо. Лучше все это делать гидовыми командами. Вот, ну. Атус. На бренч-мастере и был произведен initial commit. Ну, то есть это такой первый снимок. И бренч-мастер. Смотрите, давайте сейчас немножко поймем, что такое бренч. Бренч это ветвь. То есть разработка у нас может вестись нашего проекта, используя несколько ветвей. Вот это бренч-мастер, это главная ветка рабочего проекта. То есть у меня есть проект, который, ну, в общем, софт, который я поставляю пользователям. Какой-то определенный, с каким-то функционалом и так далее. Вот. Но мы захотели, захотели еще туда допилить функционала. Ну, какой-нибудь там, не знаю, отправка электронной почты, к примеру. То есть ее не было, а мы хотели, захотели к нашему проекту прикрутить еще отправку электронной почты, к примеру. Тогда создается отдельная ветвь, которая занимается, ну, в которой разработчики сидят и разрабатывают вот этот функционал работы с электронкой. Почему это нельзя сделать в главной ветве? Ну, потому что они там на косипоре чего-нибудь такого могут, что все пользователи, которые получали вот этот софт от вас, будут получать софт, который выдает ошибки. То есть мы берем вот такую, отводим отдельную ветку для разработки, например, доп. функционала работы с электронной почтой и разрабатываем что-то там. Тестируем там, тестируем там, доводим там все до блеска. Вот, то есть все проверили, что все разработано хорошо. Секунда. Так, вот, зарядку. Зарядки работаем. Угу. То есть доводим до работоспособности, тестируем все, что было написано в этой ветке. И потом объединяем вот эту ветку, в которой написан доп.функционал, с основным проектом. Вот с этим бренч-мастером. Ну, мы это все увидим. Вот, дальше эту ветку можно, ну, в принципе, просто удалить. Потому что все изменения из нее применились уже к, ну, вот этому главному, главной ветке. Бренч-мастер. То есть это вот такое, ну, типа, рабочий, стабильный софт. А то, что вот в ветках будет лежать, это софт дорабатываемый, экспериментальный и так далее. Увидим. Так вот, ладно. Значит, git-статус. Всегда, когда вы работаете, начинаете день с того, что смотрите git-статус. Вот что у вас он скажет. Ну, мы увидим, что он может говорить. Вот. Пока все хорошо. Значит, давайте создадим два файла. BIM. Файл 1.txt. Ну, я BIM сразу создам. Можно тачим создавать, можно BIM. Ну, я редактором открыл. Сейчас туда что-то запишу. Кирилл. Кирилл. В общем, что-то с ошибками написал свое имя. Молодец. Морозов. Кирилл Морозов. Так. И файл 2. Ну, тут что-нибудь такое вот напишу. Это тоже какой-то код. То есть у нас есть два файла. Файл 1 и файл 2. Там есть какое-то содержимое. Вот. Git-статус. Git-статусы. Смотрите. На бренч-мастере. Initial commit произведен. Значит, есть файл 1 и файл 2. Вот. Они сейчас untracked. То есть не под наблюдением гита. То есть мы их... Пока гит их не видит. И никакую версию. И ничего. И с ними работать не будет. Нам нужно ввести сейчас вот эти несколько файлов под наблюдение нашего... Нашей системы контроля версий. Вот. То есть пока все, что я буду делать, оно не будет непосредственно сохраняться. И снимки этого тоже не будут производиться. Значит, можно сделать так. Git. Add. Файл 1. TXT. Например, вот так. И еще раз. Git-статус. И вот смотрите. У нас модификация, да. То есть у нас в общем, то, что готово к коммиту, ну, к применению записи в наш наш локальный репозиторий. Вот оно. У нас один файл. Я его добавил под наблюдение. Вот этот файл пока не наблюдается. Понятно, что по одному файлы, наверное, добавлять нет смысла. Вот. И есть два варианта добавления файлов под наблюдение всех. Это git. О, git, извините. Git. Add. И либо вот так звездочка. Либо точка. Звездочка – это все файлы, а точка – это текущая директория. Все файлы в текущей директории. В общем, и пока разницы нет. Давайте я пока буду пользоваться звездочкой, а потом мы в ходе нашего семинара упремся в то, что звездочка да, звездочка тоже действует в рамках директории, но мы упремся в одно ограничение звездочки скоро. Когда у нас будут файлы исключений, ненаблюдаемые файлы, вот тогда со звездочкой работать не будет. Только с точкой. Ну давайте вот так git add пока работаем со звездочкой. Git статус. Вот, видите, два файла у нас добавлены под наблюдение. Вот. И что мы хотим сделать? Я хочу сделать первый снимок нашего репозитория, чтобы к нему потом можно было откатываться, например. Git commit commit и обязательно писать message. Ну то есть я то есть вообще когда вы будете уже смотреть вот эти версии историю коммитов будет написано, что Кирилл Морозов так как у меня указано, что это Кирилл Морозов у нас тройка глобальных на моей машине с такой-то электронной почтой и дальше сделал вот этот коммит, там будет ну такое контрольная сумма условно этого коммита вот и будет написано message. То есть Кирилл не просто сделал коммит, потому что ему захотелось, а он добавил add 2 filles ну вот так добавлено два файла можно там что-нибудь в скобках написать там fill1 txt and fill2 txt ну могу написать, что там изменил в этом файле что-то и так далее. Все, то есть смотрите, два файла changed вот ну то есть все, все у меня отлично. git статус git статус вот ну то есть у меня сейчас ничего не изменено относительно последнего коммита то есть сейчас ну в директории у меня все актуально нет никаких изменений относительно прошлого прошлого коммита прошлого снимка давайте еще один файл значит vim файл 3 txt привет и файл 1 поправим потому что там Кирилл как написано Кирилл Морозов вот все отлично теперь наш код типа правильный вот опять же git статус смотрим что у нас один файл модифицирован и один файл не подконтрольный не поднадзорный опять же делаю git звездочка пока это нормально вот бит статус значит ну готовый коммиту у нас новый файл файл 3 и модифицированный файл файл 1 git коммит 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 извините значит git коммит и месседж секунд коммит ну можно написать добавил это удалил то поменял заполнил функционал не знаю то есть пока я просто там пишу секунд коммит опять git статус опять все чисто опять на бренч мастере вот git log давайте git log вот смотрите коммит хэш какой-то такой да автор Кирилл Морозов Кирилл Морозов вот когда сделан ну то есть видите да и вот выплывает юзернейм который я задавал и почта и даты и вот описание что я добавил изначально добавил вот два файла там что-то такое потом секунд коммит ну тоже какой-то комментарий который я мог тут в общем красиво написать что можно сделать еще минус п вот тут вот вот тут вот смотрите изменение файла 1 был Кирилл Морозов стал Кирилл Морозов вот так эта строчка видите изменилась это минус п принт ну покажи изменения вот ну а тут изначально были в первом коммите описано что добавлен файл с Кириллом Морозовым вот так написанным вот ну что-то по второму файле написано вот это то есть каждое изменение мы можем посмотреть какие изменения производились оно не очень читаемо но пока не научитесь это смотреть так не очень читабельно а если побольше не лучше вопрос про цвет все одним цветом сейчас 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 наверное нет к сожалению следующим семинаром я понял это настройки интерпретатора там на машине ну то есть сейчас можно этим очень долго заморачиваться так что ну прошу прощения к следующим я думаю что я подумаю над тем чтобы консоль подсвечивать мне сейчас нет ну просто эти настройки руками я сейчас не напишу ну потому что не помню да то есть откуда скопировать нет имеется ввиду имеется ввиду не это не профон имеется ввиду что допустим вот это вот подсвечивать одним вот это подсвечивать там другим ну и так далее да эмулятор терминала интерпретатора это позволяют но ну сейчас просто нет куда мне настройки дернуть вот так что пока потерпите ок ну вот с точки зрения если одноцветно то по-моему черное на белом ну как бы лучше всего читается тоже много таких опросов проводил у студентов ну так и так ладно продолжаем так что мы делали там а выводили логи логи по ну изменений можно у последнего вывести только последние изменения second commit допустим можно минус 2 то есть это вот позапрошлый commit вот позапрошлым commit ладно то есть вот вывести изменения только в том или ином коммите это как бы делать можно так хорошо и вот теперь теперь я горе программист и значит испорчу файл 1.txt вот так cut file 1.txt cut file 1.txt печально печально то есть и ну по факту можно если не использовать git можно лезть но использовать вот эти вот каждый раз копировать папочку там версия 1 версия 2 версия 3 можно бежать вспоминать что же в коде было написано в прошлой версии копировать вот этот кусок кода вставлять его и так далее вот можно сделать так git git check out вот откатиться к предыдущей версии видите это конкретно предыдущая версия файла вот вам самостоятельно посмотреть как откатиться к не предыдущей а к предыдущей версии файла вот наверное где-то указать версию в этой команде значит git check out то есть мы удалили мы откатили на конкретный файл до предыдущей версии вот в чем да хотел сказать можно всю папку откатывать вот и вот есть еще одна у gita проблема такая базовая в том что в том что команды длинные check out и так далее мы это исправлять не будем но по факту bash поддерживает алиасы то есть очень часто там check out меняют на ну то есть делают ck ck равно check out еще что-то ну то есть такие настройки гита чтобы он понимал алиасы коротенькие команды вот тогда и очень часто когда вы смотрите неофициальную инструкцию по гид вот вы там говорит ну сделайте гид ck файл 1txt как у нас не check out ck и он говорит нет такой команды ck и вы такие блин и чё ж такое просто у человека прописаны алиасы то есть псевдонимы чтобы писать не check out ck ну какие-то коротенькие такие гитовые команды вот посмотрите как это делается ну там просто в конфигурационном файле прописывается что что чему будет соответствовать не очень сложно так значит что у нас есть мы научились откатываться вот смотрите теперь теперь представим что наш проект он полностью работает в этой папке когда мы его запускаем там тестируем и так далее и он еще пишет логи вот ну понятно что логи нам версионность логов не нужна потому что вот мы логи посмотрели и там ну прошлая версия лога позапрошлая версия лога нам не нужна нам нужна только одна версия логов ну пусть он пишет в этот файл там без бесконечно версионности в логах нам точно не нужно или какие-то темповые файлы версионность их тоже не нужна Потому что после каждого запуска они удаляются, либо еще что-то с ними происходит, либо мы их руками удаляем. Версионность этих файлов нам не нужна. Значит, мы должны научиться игнорировать какие-то файлы. Либо какие-то файлы по расширению, либо какой-то конкретный файл, либо какую-то папку, где будут логи, к примеру, лежать. Давайте создадим папку логс. Значит, pvd мы находимся в папке проекта и создаем папку логс. Сейчас, секунду. У меня семинар попозже перезвонил. mkdir. mkdir. Logs. Логи. Так, дальше. Ну, отдельно еще создадим. Touch. Log. Log. Ну, файл лог с расширением log. Окей. Вот. Что? Ну, и давайте туда мы запишем, допустим, все содержимое папки etc. ls минус lr это c в log log. Ну, то есть это все рекурсивно, туда записано все содержимое папки etc. Ну, в общем, что-то там записано. Вот, и оно будет там постоянно меняться, но для нас это несущественно. Версионность вот этой нам не нужна. Вот. Каким образом нам поступить? Мы должны сделать так, чтобы эти файлы не были под наблюдением, потому что файлы могут быть большими и так далее. Вот. Нам не нужна их версионность. Значит, создаем файлик. Ну, touch'em. Файлик. Скрытый. Git. Игнория. Git. Игнор. Создали. Открываем его. Можно его сразу вимом, конечно, было создать. Вим. Скрытый файл. Git. Игнория. Открыли. И в нем просто прописываем, допустим, папка log. Там это папка logs. Со слышен в конце. Дальше. Конкретно можем указать файл log.log. Игнорировать его. Или все файлы с расширением log. Понятно, что вот это является частным случаем вот этого. Ну, я просто для примера это записал. Отлично. А теперь, смотрите. Git. Открытый. Git. Игнория. Вот. И давайте попробуем добавить все, как мы обычно добавляли. И давайте еще создадим файлик. Вим. Файл какой там у нас? 4. TXT. Ну, тут тоже какую-нибудь ересь напишем. Вот так. Git. Статус. Смотрите. Значит, git. Игнория. Ну, не эти файлы. Игнорируемые. Не игнорируемые, а ненаблюдаемые. Пока не подконтрольные. Вот. И давайте попробуем. То есть и вот этот файл 4. Git. Игнорируемые. Звездочка. И вот тут, короче, все плохо. Видите? Fatal. No files added. Git. Статус. Та же самая картина. Ничего не прокатило. Почему? Потому что мы принудительно пытаемся добавить те файлы, которые log и папка logs, которые не подлежат наблюдению. То есть мы, но мы их, мы каждый файл пытаемся добавить. И вот сюда мы, вот здесь мы спотыкаемся, мы говорим, добавляю. Он говорит, исходя из файла git.ignore, я не могу это добавить. То есть звездочка перестала работать. Поэтому добавляем, вот это добавляем все из текущей папки, с точкой, да, из текущей папки, уже ориентируясь на файл git.ignore. Все. Вот так работает. То есть звездочка работала до вот того момента. Git статус. Все нормально. Файл готов к коммиту. Вот и git commit. Минус м. Нет. Точка просто руководствуется. Вопрос, да. Не пушит. Точка руководствуется инструкцией. То есть, ну, типа, он говорит, возьми все, что нужно из текущей папки. Вот точка это, вот теперь давайте понимать, точка это все, что нужно, ориентируясь и на файле git.ignore. А звездочка это конкретно каждый файл. А каждый файл мы не можем сделать, не можем его добавить, потому что некоторые файлы игнорируемы. То есть звездочка ориентируется. Этгид игно-ред... Не знаю, так, наверное. Я мутку английскому учил, судя по всему. Вот так. То есть, видите, мы... Добавили git.ignore, сам файл, и файл 4. То есть про логи нигде ничего не сказано. Git.log.minus.p Видите, верхний и у нас... Ну... Git.ignore добавлено. То есть мы сейчас давайте изменим этот лог для проверки. То есть любой файл мы меняли. Если мы поменяем vim.log.log. Ну, не знаю, что-нибудь добавили. Git.status все чисто. То есть эти файлы игнорируются. Меняю другой файл. Ну, ладно, не буду менять, но вы видели, да, что при изменении неигнорируемых файлов, в общем, возникает как бы все нормально. Так, значит, что теперь нам нужно сделать? Вот сейчас я работал условно в одно лицо и не распространял свой код. В одной папке все прикольно, все хорошо. Но я хочу, чтобы вы ко мне тоже присоединились и работали со мной. Ну, условно, да, мы понимаем. Ну, кстати, я это выложу на GitHub, публичный репозиторий. Пожалуйста, вы этим тоже можете пользоваться. Ну, да, это очень нужно всем. Так. Значит, GitHub.com. Вот у нас GitHub.com. На нем нужно зарегистрироваться. Ну, по факту регистрация простая. Указываете юзернейм, имейл, почту. Я там зарегистрирован. У меня есть там настоящая запись для работы. И вот, ну, вот этот стандартный КМ Морозов. Это запись, ну, такая для тестов и вот этих семинарчиков и так далее. Заходим туда, значит, КМ Морозов.gmail.com и пароль от нее. То есть просто зарегистрировал. Ну, там регистрация простая, как на любом сайте. Вот. Все. Отлично. У нас есть возможность создавать новые удаленные репозитории. Как публичные, так и приватные. Что такое публичные репозитории? Это значит, туда заливать могу только я, а скачивать могут все. Ну, типа там СПО и так далее. То есть все могут пользоваться моим кодом. Да, понятно, что я могу сказать, ну, написать там какую-то лицензию, что вы не можете использовать мой код. Ну, давайте так. Мы в какой стране живем? Вот. Ну, а есть приватные репозитории. То есть если мы там работаем, разрабатываем какой-то суперкоммерческий проект, вот, работаем в одной компании, вот, у нас есть платный, платный, да, ключевое слово, платный приватный репозиторий, и в настройках этого репозитория я, ну, работодатель ваш, ну, или кто-то, дает вам доступ к вашей учетной записи на гитхабе, доступ к их приватному репозиторию. Это тоже настраивается все. И вы, в общем, его себе там забираете, работаете, пушите туда. Ну, в общем, сейчас частично мы с этим поработаем. Я хочу создать новый публичный репозиторий, new, значит, владелица КМ Морозов, моя учетная запись, репозиторий, ну, пусть он у нас будет совпадать, ну, то есть myproject с именем папки, не обязательно myproject. вот так. Описание там. For, seminar, так вот. Вот, паблик доступен для чтения всем, приват, доступен для чтения только мне и тому, кому я конкретно дам доступ. Можно здесь инициализировать с ридми, ну, то есть описать, что вот это вот репозиторий, тут хранится такой-то проект про то, про сё, про пятое, про десятое. Create repository создается, вот, и у нас вот, ну, появился условно новый репозиторий КМ Морозов myproject на гитхабе. Ну, тут создайте, значит, есть два варианта. Есть два варианта. Первый вариант. Вы берёте и клонируете себе этот репозиторий, потом вкидываете туда все ваши файлы и обратно это всё заливаете. Ну, по мне, это способ такой себе, там, копировать всё, что-то всё изменять. Нет, на мой взгляд, плохой способ. Поэтому я сейчас поднастрою мой локальный репозиторий для того, чтобы, для того, чтобы он у меня пушился вот туда вот, в репозиторий, в этот, ну, вот сюда, удалённый. Значит, есть, есть у нас, вот если мы работаем по HTTPS, ну, два варианта, мы будем и так, и так работать, и по HTTPS там, его заливать и скачивать, и по SSH. Причём по SSH я покажу, как добавить на GitHub свой публичный ключ для того, чтобы он у вас не просил пароль при каждом коммите, при каждом пуши туда. Ну, не коммите, а именно пуши. То есть при каждой заливке вот в этот репозиторий. Значит, что делаем? HTTPS пока выбираем. Вот. Опять же, в официальном руководстве это есть, вот. Ну, что нужно сделать? git remote remove remove add ну и указываем вот этот вот домен наш удалить origin вот здесь вот видите ссылка для клонирования в общем. Но мы её также используем и для заливки. То есть мы пишем, мы эту ссылку сюда вот запиливаем. git remote то есть в моём локальном репозитории создаётся ссылка на удалённый репозиторий, куда мы это будем пушить. Куда мы будем это заливать. Вот. Ну, что можем посмотреть? git remote минус git вот и он говорит, что и для пуша и для фэтча используется короче вот этот вот этот удалённый репозиторий. То есть для моего локального используется ну, он будет если что пушиться в тот удалённый репозиторий на гитхаб. То есть понимаете, таким способом вы можете пользоваться не только гитхабом, а ещё всякими разными другими службами. то есть там есть Bitbucket у Амазона своя служба вот гитхаб есть гитхаб ну, в общем, раньше он был не помню чей, сейчас его купил купила компания Microsoft вот ну, не сейчас несколько лет назад вот так что ну, HDBD как называется вот то есть можно использовать GitLab тот же самый вот ну, Bitbucket GitLab и так далее Atlassian тоже нормальные ребята Jira разработали ещё много чего ну, то есть Bitbucket тоже хорошая штука, которой много кто пользуется так вот ладно, мы посмотрели куда это будет пушиться вот и после этого после этого свою мастер ветку Git Push чего ну, это значит я так написал да, ну, это опечатка ну, не важно спасибо вот, ну, то есть как раз вот тут я опечатался, а ссылка уже на основании вот этого изгенерирована нам, в общем-то, не важно gitpush origin и master и master ветку по username for github пароль то есть ветку мастер я туда запулил мне может быть несколько ветку мастер туда запулил ну что мой project смотрим ура ура вот все мои файлы с описанием комитов тут написано ведь кирилл морозов history что изменялось то есть все мои версии и туда тоже улетели то есть если вы потом будь мы будете работать совместно со мной вот я вам дам тоже к этому репозиторию доступ на запись вы можете скачать все мои ну то есть забрать себе со всеми моими версиями то есть откатываться предыдущим и так далее вот но сейчас мы туда только мастер ветку залили у других у нас веток пока и нет вот но видите в чем у нас еще возникла проблема каждый раз вот он меня будет спрашивать еще раз хочу кушать ну ведь он спрашивает пароль и так далее и логин это несколько вымораживает на мой взгляд поэтому я хочу сделать так чтобы аутентификация была ну то есть чтобы вот это вот аутентификация постоянная не выскакивала каким образом можно поступить я хочу использовать аутентификацию по публичному ключу ssh ну кто курсы у меня проходил там линуксовые еще какие там наверное помнят да как генерировать пару публичный приватный ключ access ай дим и все сейчас по умолчанию мы будем этот парольник они как ключей самый как защищать сставки 괜찮 вот и в домашний папки в моей root. Здесь скрыта папка ssh. И тут есть два файла. idrsa и idrsa.pub. Вот мне нужно на гитхаб запулить мой публичный ключ. Что я делаю? Я вывожу его на экран. И вот он у меня такой. То есть это публичный ключ. Там используется асимметричное шифрование. Публичный приватный ключ для аутентификации этого достаточно. Значит, куда идем? Идем в settings. Security. Нет, не security. security. SSH and GPG case. Вот. Добавляю add ssh key. Title. Ну, там. Seminar c. И вставляем сюда мой ключ. Вот. Семинар PC. Значит, смотрите. Пока еще никогда не был использован. Вот. Если вы, допустим, ушли с какой-то работы, и у вас на какой-то работе были, ну, вот такая аутентификация настроена к вашему репозиторию, то очень желательно, ну, чтобы там сотрудник, который занял ваше место, не смог подключиться к вашему репозиторию. Вы публичный ключ от той машинки и того пользователя, ну, желательно его удалить. Вот я удалю прошлый. Все. Семинар PC. Вот он. Так. Смотрим, что изменилось. А изменилось пока что ничего. Почему? Потому что, видите, мы лезем-то через HTTPS, а для того, чтобы использовать ключи SSH, то нам нужно туда подключаться через SSH. Видите? Вот здесь bitremote-v показывает, что и для пуша, и для фетча мы будем подключаться через HTTPS. Поэтому количество добавленных вопрос, количество добавленных ключей не ограничено. Слушайте, ну, вот честно, я не смотрел ни документацию, ничего, но там в районе пяти штук у меня было добавлено с разных машин, разных мест, и в общем никаких проблем не было. Не могу сказать. Опять же, Microsoft, так что там может быть еще и через SSH хочешь работать, гони бабло. вот, значит, сейчас, видите, у нас вот так это выглядит. Вот, нам нужно переделать таким образом, чтобы push и fetch у нас работал через SSH. Значит, опять же, все из официальной документации, значит, git remote set URL origin и вот смотрите, то есть мы переделываем вот эту вот ссылку на наш этот origin. Каким образом и откуда ее взять и как угадать, какая она? Возвращаемся в нашу репу. Сюда вот, несколько репозиторий. Так, mypro, ну, да, вот этот с ошибкой написанный. И смотрите, я могу его клон, ну, короче, клонировать или скачать. И видите, по умолчанию он предлагает мне вот так его клонировать или скачать. Я говорю use SSH и он мне дает правильно сгенерированную ссылку на клонирование, например, его. Вот. Вот она ссылочка. Мы нажали use SSH вот здесь. Вуаля. Вставляем вот сюда. Все. Давайте проверим теперь, ну, уже по-настоящему проверим, действительно ли оно зальется. Значит, мы что у нас файл 4 вим файл 5 txt test сколько времени? 12.05 hit add джердочка hit commit минус m add add test файл ну, не знаю, вот как-нибудь так edit status все все чисто. Bit push, ну, опять же, мастер-ветку. Первый раз fingerprint это хэш по алгоритмам ша-256 и мд5 от публичного ключа той машины. Принимаем его. Ну, это единоразовая процедура. То, что мы доверяем этой машине. Идем в нашу репу f5 файл 5 test 1205. Все отлично залилось. Залилось. Вот, то есть мы научились туда заливать и пароли у нас сейчас не спросило. Вот это вот yes, ну, знаете, это как к SSH подключение. Ну, в общем, типа, что вы выражаете доверие этой машине. Это так называемый fingerprint. Об этом механизме я на линусовых курсах рассказываю. на одном из первых занятий. Так, что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно поработать с ветками. Ну, допустим, у нас есть вот этот вот мастер ветка, в которой все круто, хорошо и работает. Вот, но мы решили допилить какой-то дополнительный функционал. Так, коллеги, давайте синхронизируемся. Вопросы есть какие-то? окей, окей, тогда продолжаем. Значит, смотрите, с точкой и звездой. Значит, смотрите, еще раз. Вот, когда мы говорим git, проблема, да, не очень понятно, чем разница между точкой и звездой, и звездочкой. Значит, смотрите, когда мы говорим git, git, звездочка, мы добавляем конкретно каждый файл из текущей директории. Там, файл 1, файл 2, файл 3, log, точка log, там, папку вот эту добавляем и так далее. все рекурсивно в папки добавляем и с поддиректориями. Вот. Но конкретно каждый файл. Почему оно у нас перестало работать? Потому что некоторые файлы мы написали игнорировать. Вот он обработал первый файл, обработал второй файл, обработал третий файл, дошел до файла log.log. Исходя из gitignore, из вот этого файлика gitignore, его добавлять нельзя. Вот этот log.log. Но мы говорим добавь его. И поэтому он у нас вылетает в ошибку. То есть он добавляет либо вот этим он добавляет либо все, либо ничего. Ну то есть как бы такая транзакция. Либо успешно, либо неуспешно. Это вот со звездочкой когда. А когда мы говорим точка, то есть точка это указание на текущую директорию. И в чем тут фишка? Он говорит значит мы сначала лезем условно в файле gitignore, смотрим что нельзя добавлять и добавляем все остальное из текущей директории. То есть мы ему конкретно руками не подсовываем каждый файл. Просто звездочка по факту это линуксовое выражение которое говорит типа каждый файл а каждый добавить мы не имеем права руководствуясь файлом gitignore. Понятно? если что и там и там под директория gitignore да будет действительным и с точкой и со звездой но когда со звездой выдастся ошибка то есть он является таким основным руководством ну вот смотрите то есть что такое звездочка это вы конкретно переписали все файлы и папки из текущей директории вместо звездочки представьте что вы подставили и пошли первый второй третий четвертый добавлять дошли до log.log стали добавлять gitignore говорит нельзя и у вас все выпадает в ошибку но gitignore действителен и там и там просто ну со звездой со звездой будет вылетать ошибка ну вот знаете руками просто попробуйте тут знаете у меня очень часто такое вот ничего не понимаю руками попробовал сам понял почему то есть понял руками потом до головы дошло вот ладно продолжаем значит в чем фишка дальше вот ну вот знаете чтобы не было проблем чтобы не было проблем и вообще не париться используйте всегда точку вот просто забудьте про звездочку я ее показал почему потому что во многих инструкциях люди используют звезду и вы потом такие окей работала работала теперь отказалась почему непонятно используйте всегда точку так митсубиши надежно так ладно да минутка приколов вот я думаю что майониво тоже надежно вот вчера разбирал головку блок цилиндров которая треснула нифига не надежно ладно продолжаем значит мы пришли к тому что у нас есть такая вот главная мастер копия куда откуда мы мастер ветвь откуда мы отдаем софт пользователям там продаем его поставляем кому-то не важно ну то есть это такая работающая надежная стабильная ветка но мы хотим добавить тестовую функцию так ну вот и хотим ее разрабатывать ну параллельно то есть вот хотим ее разрабатывать чтобы не повредить при этом чтобы не повредить при этом вот нашу мастер копию как это сделать как это сделать значит во первых давайте посмотрим какие у нас ветки есть гид только ветка мастер у нас есть только ветка мастер вот значит ну создадим новую ветку в которой у нас будет в которой будут сидеть разработчики которые будут разрабатывать вот эту тестовую функцию какую-то гид рэнч и ну давайте ее назовем тест ну хид брэнч тест функ хорошо создали вот видите теперь у нас теперь у нас вот есть мастер ветка теперь у нас мастер ветка и вот эта ветка тест функ сейчас просто сделано вот этот тест функ является полной копией мастера то есть если я сейчас перейду в эту версию то у меня то же самое то есть по файлам на данном этапе не изменится ничего мы потому что только создали эту ветку вот бит чеккаут тест функ бенч видите мы теперь ветки тест функ то есть все что мы будем делать все вот эти вот наши там коммиты они будут вот здесь на вот это они не повлияют никоим образом пока мы этого не захотим вот ну давайте так значит что у нас теперь ветки тест функ vim file1 pxt кирилл морозов о ло дэц новый функционал файл 2 добавляем еще какую-то строчку там хорошо добавили значит давайте посмотрим есть и теперь у нас правильно значит ls у нас есть вот эти файлы а давайте еще один создадим так vim vim файл файл что там у нас 6 xd new func там новая функция прописывается не знаю так ls шестой файл появился хорошо теперь значит ну давайте сделаем cut файл давайте делаем commit 1 commit add add . get commit минус m add 1 commit ну первый снимок ну то есть мы тут работаем и так далее и статус все все хорошо значит onbranch и new func то есть мы в ветке все у нас закомичено все у нас хорошо и красиво вот значит ls файл 6 файл 1 cut файл 1 txt кирилл морозов молодец все значит давайте теперь попробуем посмотреть как это было изначально git check out блин bit check out файл мастер файл 6 нет файл 1 txt кирилл морозов видим да еще про молодец ничего у нас нету check out опять это мы переключились на ветку мастер out new func мастер а new func надо test test func так test bench test func уже молодец появился и ls появился файл 6 txt то есть в принципе в принципе да у нас в одной папке да используя вот эту базу данных git существует и одна ветвь и вторая и различия между ними хранятся в базе данных этого в базе данных git вот вот что нужно и можно сделать еще значит ну давайте тут еще что-нибудь поменяем там vim file 1 или там 3 xp привет пока вот git так git чему-нибудь там такое second commit test func ну вообще по-хорошему я тут должен там говорить что вот в этом коммите я там что-то там напилил такое веселое ну и так далее там что-то изменил ну я вот просто пишу что это там второй коммит вот git log git log видите в логе у нас лог просматривается всего то есть всех наших всех наших изменений вот а еще одна вещь не показал кстати тоже интересно давайте еще vim file опять же 1txt ну и тут восклицательные знаки напишу вот так то есть мы сейчас произвели определенные изменения да у нас же опять он будет писать git status вот что один файл модифицирован один файл модифицирован вот и я хочу посмотреть что у меня сейчас чем отличается нынешнее состояние моих файлов от состояния последнего коммита это git if минус-минус 100 get stage get d вот да добавил этот файл вот смотрите ну вот была добавлена строка вот это с восклицательными знаками то есть это просмотр разницы относительно прошлого относительно прошлого коммита прошлого снимка но это так по-моему не показывал еще так это хорошо значит мы работали работали тестировали тестировали эту функцию так давайте коммит третий делаем один файл модифицирован git поммит минус-м никогда не игнорируйте вот эту штуку минус-м надо она нужна ну это какой-то комментарий все есть дальше вы посмотрели поработали оттестировали ваш новый функционал вот все работает там я не знаю руководитель вашего проекта или вы там в одно лицо разрабатываете вот значит можете сделать что вот то есть у вас два варианта событий вы оттестировали и первый вариант вам нужно влить вот эти изменения в вашу мастер-версию то есть сделать объединение это первый вариант то есть вот изменение из вашей ветки тестфунк из ветки тестфунк перелить вот сюда в мастер в общем правильный вариант если у вас все работает если у вас что-то не получилось смотрите давайте рассмотрим два варианта если вы работали работали и ничего не наработали ну то есть либо ваших компетенций не хватило либо ну не знаю там заказчик отказался либо еще что-то ну в общем не срослось два варианта первое вы сделали второй вариант вы у вас не срослось значит мы закончили работу с этим тестфунк вот перепрыгиваем в ветку мастер питчекаут мастер мы на мастере и вот смотрите первый вариант если все не срослось значит гид ну удаляем просто эту ветку как тупиковую ветку развития да гид минус д тест пункт то есть вот эта ветка delete вот смотрите а сейчас он не даст удалить ее вот таким вот способом он скажет ребят вы что-то работали работали но не влили все содержимое на этой ветке ветку мастер вот то есть он должен ругнуться я не буду сейчас это попробовать делать потому что ну вдруг удалит но вообще не должен то есть он должен ругнуться вот для того чтобы ваши намерения были твердыми нужно писать ругаются да отлично давайте минус d так ну вот говорит вы как бы вот то есть он не дает удалить вот эту ветку то есть пишите если хотите удалить эту ветку не вливая ее в мастер в мастер в мастер ветку удаляете с d большим вот это первый вариант типа тупиковая ветвь и мы ее удаляем чтобы у нас все это нафиг не разрасталось дальше но существует и благоприятное развитие событий хотя в нашей стране последнее время в это не верится но может быть мы ветку мы вот эту тестовую функцию применяем уже добавляем в нашу в мастер ветку уже в рабочую в рабочую в наш рабочий софт в нашу в копию рабочую в мастер ветку git мерч находясь сейчас на мастере git бренч мастер я говорю git мер как он пишется мер ген у меня действительно я работаю когда работаю с гитом с алиасами вот поэтому некоторые слова я так не помню как они пишутся вот но показывать с алиасами не есть гуд потому что это основные команды алиасы я могу там хоть по-русски написать в общем по-русски наверное не получится ну как-то там транслитом типа добавляй объединяй значит мерч тест тест функ значит сейчас давайте я еще лс эту шестого файла просто нет шестого файла да видим и кат файл 1.txt у нас тоже там без молодца и воскресательных знаков git merge значит тест функ то есть мы открываем вот этот наш ветку с тестовой функцией объединяем с веткой мастер находясь веткой мастер смотрим Мирил Морозов молодец воскресательные знаки прилетели файл прилетел отлично вот ну и теперь теперь мы уже можем так как работа с этой веткой закончена мы можем эту ветку просто удалить сейчас у нас git branch на мастере у нас есть две ветки вот и сейчас так как эта ветка данные из нее перелиты залиты в мастер вот мы соответственно можем можем непосредственно уже ее удалить без руганий git branch осталась единственная ветка вот ну по факту по git на сегодня это все что я хотел сказать вот ну и сейчас минутка рекламы ну вы пока вопрос может сформулируете старые версии файлов можно да вот ну это не в этом семинаре там можно откатываться и к предыдущим и все остальное работать все это можно там все очень тонко вот есть официальная справка по git на официальном сайте да есть русская книга она что-то там достаточно большая даже ее наверное открою на другом язык русский русскоязычная есть ну и там про ветви про настройку про атрибуты про графический интерфейс в общем очень много очень много всего можно ее читать на сайте можно в pdf можно в epub в общем хорошая штука вот русскоязычная в некоторых местах там перевод такой себе некоторые очень очень неплохой перевод в общем ну стоит если хотите этим пользоваться стоит посмотреть действительно эту книгу так а я возвращаюсь к минутке рекламы значит что у нас будет первое у нас состоится где-то середины скорее всего июня бесплатный курс по linux ну может быть я уже говорил да это первый это lpik1 с программой которая опубликована на нашем сайте вот приходите сами приводите друзей рекомендуйте нас вы знаете что мы стараемся быть на уровне вот так что ну очень ждем ничего ни к чему она прохождение этого курса не обязывает вот ну кроме того что может быть опубликовать перед прохождением нужно опубликовать у себя на странице и так далее ну не знаю это уже нужно решить с менеджером вот ну в общем приводите друзей вот действительно бесплатно конечно мы надеемся что дальше ваши вы или ваши друзья пойдут на второй там третий курс но это уже по вашему желанию никто вас ни к чему обязанности принуждать не будет сейчас расскажу значит это первое второе у нас будет проходить курс DevOps 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 инженер тоже обратите на него внимание вот курс достаточно интересный вот это ну такой системный администратор с умением программировать ну в общем это не совсем системный администратор это другой подход в общем такое звено которое в общем человек который занимается непрерывной интеграцией вот это достаточно большие зарплаты и достаточно большие и достаточно большие компетенции соответствующие зарплатам вот у нас стартует этот курс причем по-моему ну практически дешевле чем у всех ну вот так и ну дальше тоже планируем эти семинары бесплатные приходите приглашайте друзей вот так значит ага так сейчас секундочку я еще отвечу на вопрос значит от Евгения получает что удалить да и для того чтобы удалить без вливаний то есть если мы поняли что тупиковая ветвь развития то минус D большое а после вливания ну мы понимаем что уже ну как бы данные мы там не потеряем они уже влиты в мастер бренч просто с ключом минус D малая да вы правильно поняли вот и еще еще ссылка значит на сайте и папа есть ссылка на канал и пап вот также скидываю ссылку на свой канал тоже туда заходите там не только по IT там всякие приколюхи там про лодки про Нивы про переборку моторов я вот люблю этим заниматься так что ну заходите будет весело и подписывайтесь не только на мой канал и на каналы папа его вы можете найти на сайте так значит хочу сделать две ветви в равных папках вообще git init значит нет два раза git init это два разных репозитория вы просто можете клонировать репозиторию в другую папку либо его фэчнуть посмотрите как это делается на официальном сайте но как бы по факту оно ну не совсем это связка вот вам я не то есть понимаете на мой взгляд то что вы говорите один ну как бы одна версия в одной папке другая версия в другой папке по факту ну это несколько противоречит в данном случае git который позволяет все это делать в одной папке ну противоречит философии его вот но вообще репозитории вы можете клонировать можете там push fetch ему делать и так далее вот переносить то есть проблем в этом нет сливать ветки ну в общем да ну не только на использовании ветвей а еще и на контроль версий внутри каждой из ветвей то есть гид это умеет ну просто нет смысла несколько то есть тратить место на дисковом пространстве и тратить свои силы на то чтобы вы потом разбирались чего у вас в одной папке чего в другой ну в гите все как-то достаточно наглядно можно увидеть причем причем для гита есть интерфейсы и веб интерфейс и графический интерфейс на на официальном сайте тоже есть все это дело вот но очень вам рекомендую очень вам рекомендую все-таки проделать то что мы проделываем руками да и понять как это работает из командной строки потому что вот много лет назад вот когда я стал изучать гид я сначала говорю ну поставлю-ка я интерфейс и в интерфейсе все сделаю и ничего просто не понял от слова совсем потом разобрался в командной строке а потом уже эти знания легко транслировал на интерфейс вот коллеги тогда на сегодня все ага так пожалуйста значит так про линукс про линукс ну смотрите проходить скорее всего он будет в онлайне примерно так же примерно на этой площадке я буду читать этот курс он 40 часовой в районе 40 часов там есть это курс лпик 1 на сайте паб вы можете его найти линуксовый курс лпик 1 вот в зависимости от количества пользователей может быть мы его вычитаем быстрее может быть медленнее ну короче это будет вот тот курс вот для того чтобы на него записаться курс бесплатный для того чтобы на него записаться нужно непосредственно там менеджеру написать ну и менеджер скажет там ну не более чем там сделать репост чего-то откуда-то ну типа что вот ну и как говорится своих друзей приглашайте вот курс читаю я вот ну естественно мы надеемся что вы пойдете дальше но никаких обязательств идти к нам учиться дальше платно у вас не будет но мы очень надеемся так ну да что-то такое да спасибо Илья значит сейчас посмотрю это ли это страница что-то у меня не открывается а все у меня с вопросительным знаком скопировал да страница это слушайте ну где-нибудь что-нибудь опубликуйте все там можно договориться друзей приводите там и так далее то есть я думаю что все это момент который можно оговорить с менеджером но нет у вас контакте ничего страшного или этого проблемы да попробуем попробуем пофиксить так ну что в общем всего мне тоже было интересно читать для вас вот всего доброго до свидания приходите к нам п